Областной проект «Школа фермеров» даёт свои результаты. К примеру, два участника из Армезонского района, которые прослушали курс семинаров и сдали экзамены, уже расширили свои хозяйства и даже открыли для себя новые направления. Успехи одного из них оценила Марина Климович. Это одно из первых фермерских хозяйств в Армезонском районе. Создавалось в 90-х, когда был бум на развитие своих территорий. Прошли с тех пор огонь, воду и все стадии взлётов и падений. До осени Замираловы занимались только выращиванием зерновых, но после школы фермера рискнули стать животноводами. Уже сколько? Года два-три уже урожай сушит наш район. Ну и решили, услышали про вот эту школу фермеров. Не пожалели, что-то надо было менять, добавлять. Теперь Оксана всё знает об обердина-ангусах. Спокойные, адаптированы к климату и легко переносят морозы. По многим направлениям им было ближе мясное животноводство. С молочкой это уже ещё сложнее, чем с мясной. Это надо ещё больше ста. Сейчас очень трудно найти доярок, например, скажем. А самим всё равно всё не сделать. Чтобы освоить новую сферу, Замираловой пришлось много учиться. Школа фермера и была той площадкой, где бесплатно давали знания. Проводилось несколько серий семинаров на нужные темы. Школа фермера – это такой проект, можно сказать, уникальный проект, который стартовал у нас в апреле 2016 года, который предусматривает, прежде всего, решение профессионального уровня наших сельских жителей для того, чтобы развиваться в дальнейшем, то есть вести своё хозяйство. За прошлый год школу посетили более 215 человек в районе. Из них 150 получили сертификаты. И для некоторых это стало дорогой в инвестагентство для получения целевых займов. Замираловы взяли 5,5 миллионов рублей и стали мясными животноводами. Купили 42 головы КРС и построили вот эту ферму. Во всём получают поддержку местных властей. Поливодство – это всё-таки сезонность. Для того, чтобы получать доход нормально и от животноводства, они отступили в программу школы фермера. Сегодня занялись чистопородным скотом. Это тоже считаю, потому что сельское хозяйство надо будет многоукладным. Чтобы зимой, как говорится, заниматься и скотиной можно было летом. Тогда хозяйство будет плюс. Фермеры сразу решили, работать нужно только в плюс. В хозяйстве уже родился первый телёнок. Марина Климович, Дмитрий Ларичев, Тюменское время.